В этом ролике не будет каких-то революционных методик по борьбе с аэрофобией, которые раз и навсегда избавят вас от боязни полетов. Я просто расскажу, как я в свое время боролся с этим недугом, болезнью. Называйте, как хотите. Мы летаем очень часто и совершенно разными авиалиниями. На момент выхода этого видео у меня в загажнике 140 перелетов и примерно 500 часов, проведенных в воздухе. И это все за последние полтора года. Мы летали африканскими авиалиниями, небольшими частными самолетами, попадали в неслабые болтанки. И даже при такой частоте перелетов иногда бывает не по себе, а иногда бывает откровенно страшно. И ничего страшного, извините за эту автологию, в этом нет. Самый главный тезис этого видео. Чем больше вы думаете о полете, тем страшнее вам становится. Люди, которые не боятся летать, они вообще не думают о полете. Они занимаются своими делами, думают, читают, разговаривают с друзьями и вообще не парятся. Поэтому, по сути, все, о чем я сегодня буду рассказывать, это просто методики, как отвлечь себя от постоянной мысли «Господи, что делать, я лечу!». Итак, например, вы уже сели в самолет, он готовится к полету, и нужно себя чем-то отвлечь. Здесь масса вариантов. Слушаем музыку, смотрим фильм, скачиваем игру на смартфон и бешено в нее рубимся. Идеально взять в самолет то, что нас увлекает. Не важно, это фотоаппарат, спиннер или вязание. Важно полное увлечение процессом. Делается все это для того, чтобы максимально отвлечься от постоянных мыслей «Блин, я в самолете, я сейчас полечу!». Вообще не думайте об этом. В окно лучше тоже не смотреть, по возможности его закрыть. Есть распространенное осуждение о том, что, значит, если ты боишься летать, значит, нужно обязательно пить перед полетом. На самом деле, если вам действительно помогает, это и расслабляет, то 50 грамм коньяка или 100 грамм вина перед полетом это, в принципе, окей, я к этому нормально отношусь. Но здесь есть две проблемы. Первое. Если вы летаете часто, то постоянно бухать перед полетом это просто не вариант, потому что, ну, вы собьетесь. Это мой вариант. А второе – это то, что от алкоголя в самолете очень сильно развозят. То есть реально 50 грамм коньяка… Это охуенно! То есть реально 50 грамм коньяка на высоте 10 тысяч метров это то же самое, что 150 или даже 200 грамм коньяка на земле. Поэтому употребляйте осторожно и лучше в меньшее количество. На взлете самолет издает очень много непонятных звуков. Это и входящая механизация, и топливные насосы. Если вы не знаете, о чем идет речь, оденьте наушники и спокойно себе отдыхайте. Не слушайте эти звуки. Они вас будут только пугать. Самая страшная часть полета – это, конечно же, взлет. Здесь, кроме звуков, самолет может проходить различные тучи, облака, маневрировать. И из-за этого периодически появляется чувство отрицательной перегрузки. Вы чувствуете, что вы падаете. Сейчас я объясню, почему вам так кажется. Все то, что наше тело воспринимает как эффект падения, всего лишь результат изменения самолетом скорости набора высоты. В момент, когда самолет занимает определенный эшелон, наше кресло в воздухе описывает фигуру в виде размашистой буквы «Г» и испытывает небольшую перегрузку, как на американских горках. Есть один очень крутой лайфхак, к которому я сам пришел. И он прям офигенно помогает от вот этого неприятного чувства, что вы падаете, а также помогает при турбулентности. Лайфхак на самом деле очень простой. То есть необходимо во время вслета или во время турбулентности просто поменять положение своего тела. С такого на согнутое. В согнутое положение ты гораздо менее воспринимчив к перегрузкам. Для того, чтобы это не казалось совершенно странным со стороны, можно, например, начать завязывать шнурки у себя на кроссовках. Можно ковыряться в рюкзаке. Для этого можно поставить сумку или рюкзак. То есть что-то здесь искать, как-то хаботиться здесь. Главное – это вот такое положение тела. Можно просто читать это. Вот просто попробуйте. Это реально очень круто помогает. И помогает не только на взлете, но и во время турбулентности. Ребята, но самый лучший способ, как перестать думать о том, что происходит за окном, в том, почему самолет трясет и что с нами вообще происходит – это просто разговаривать. Разговаривайте со своим соседом. Разговаривайте с тем человеком, которому страшно. Возьмите его за руку. Разговор – это уникальная вещь. Вы действительно забываете о всем происходящем и пытаетесь слушать собеседника. Это суперкруто помогает при любых проявлениях аэрофобии как на взлете, так и во время турбулентности, так и в принципе в полете. Если рядом сидит ваш друг, говорите с ним. Если рядом сидит незнакомый вам человек, просто скажите «Мне страшно, могу я с вами поговорить?» Ничего страшного в том, чтобы признаться, что вам страшно, нет. Факты вам рассказывать бессмысленно. Нужно просто отключать свой мозг. Потому что когда самолет трясет, вы не думаете о том, что это самый безопасный вид транспорта. Вы думаете о том, что вы разобьетесь. И в этом проблема. Старайтесь максимально отвлекать себя и загружать свой мозг каким-то делом. Ограждайте себя от любой отрицательной информации, связанной с самолетами. Читайте новости на этот счет. Не думайте об этом. Как это ни странно, больше летайте. Чем больше вы летаете, тем меньше вы боитесь. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok